Друзья, привет! Мы с вами на территории сада, на территории питомника. Видите, идет работа. Это уже было выполнено осенью. Наполнены горшки и посажены. Что тут посажено? Вот. Ага. Сливы, груши. Так. А где абрикосы? А, абрикосы на том участке. Идем сюда. В общем, вы поняли, вот это все прямо в горшках будет привито. Вот. Вот любуйтесь, вот так вот сверху, с высоты. Видели? Вот этот участок. Так. Ладно, идем дальше. Вот это вот была проведена санитарная обрезка. Почему? У Сергея больше нет места. Вот. Он вынужден вырубать деревья, потому что они и так уже вот заполонили. Видите? Уже тут рука не подымалась. Когда их не купили, рука не подымалась, они оставались навсегда. И они становятся маточными. Видите? Вот. Вот это специальная обрезка, чтобы каждый год они давали. Вот такие приросты. Вот. А почему эту вот не стал обесеть? Вот смотрите. Груши, груши, груши обрезанные остались. А вот эта яблоня, даже черепки не связал. Она будет уничтожена. Вот. Ну, так как грушам предстоит долго жить, все равно, ну, не оставится метр между ними. Вот. Представляете, какое будущее? Надо было выбирать. Ну, и Сергей выбрал. Идем дальше. Вот таким путем. Это был питомник. Часть осталась как маточный сад. А теперь уже маточный сад приезжать приходится. Почему? Потому что все становится взрослее-взрослее. И начали деревья мешать друг другу. Вот. Ладно, пойдем. Кто не знает, знакомится с Железовым Сергеем Валерьевичем. Он по совместительству еще и мой сын. Вот. О! А когда же не успели привить-то? Вчера первый день прививок был. Ой, молодцы, ребята. Ой, молодцы. Ну-ка глянем, что тут делается. Вот. Так, две почки. Так, две почки. Две почки, две почки. В общем, по две почки. Вот. Идем дальше. Ну, остатки прошлогоднего работы. Это было не продано. Ну, теперь все равно продастся, куда наденется. Вот. Почему формально продажа закончена. Хотя еще и весны-то не было. Вы заметили, в чем я хожу? Потому что минусовая температура. Вот здесь, на этом, на Косогоре, ноль. Вон лед стоит, видите? Вон лед. Понятно, да? А сейчас я вас буду знакомить с одним из лучших садоводов России. А ты не слушай, а ты зазнаешься. Ага. Это мы не знаем, на обрезку делаем. Так вот. Значит. Что мы видим? Ты начал с абрикосов, да? Начал. Так, сегодня 20... Седьмое. А начал позавчера, по-моему, 25-го. Так. Как тебе работает при минусовой температуре? Мне подскажем, некомфортно, мягко говоря. Некомфортно? Конечно, берешься. А что, телогрейку не мог одеть? Да, нет. Я беру. Я беру. Я беру. Я беру. Так, телогрейку бы одел. Это руки-то не надо. И за пазуху. Надо же как-то работать эти вещи. Так, ну что я скажу? Слушай, ну хорошо. Ну, профессиональные вопросы можно задавать? Ну, тут понятно. Это, я говорю, самое для новичков, самое подходящее, это толщина с карандаш. Так. Вот эти вот, как они тут попали? Ну, далеко не карандаш. Так вот, я и понять не могу. Ты что, их прививать будешь? Конечно. Это называется, ты учителя своего превзошел? А? Не знаю, превзошел или нет. Не, ну, извини, я такие прививаю. Ну, я говорю, разговор профессиональный. Я такие прививаю. Ну, только для себя. Для души. Почему? Если вот ты приживешь в эту часть, это 2-3 метра за год. Да. А ты сейчас будешь на продажу такие? Конечно. Елки. Все. Хотел бы пожать твою руку, но у тебя руки залит. Ну, удивил. Ну, удивил. И честно не думал, что ты будешь это делать. Дело в том, друзья, что вот этот черенок был взят с ветки где-то двухметровый, прежде последнего года, да? Вот. И самая ценная часть, это вот это. Вот. Из него его растают не просто крупные саженца, а очень крупные. Покрываются сотнями цветочек почек. Сразу скелет. И верхние почек верны, потому что ветка там была метра-молтора. Да, да. Это разделено на несколько частей. Все равно, я говорю, я такие использую только для души. Почему? На второй год я уже плоды вижу. Вот. Да, удивил. Так, хорошо. Значит, приваешь улучшенной каплировкой? Да, только улучшенной каплировкой. Только улучшенной каплировкой. Поэтому и такие диаметры. Не, ну ты вырастил по двое, толщиной больше пальцев. А, Андрей, я не поздоровался, привет. Ребят, ты жива еще? Что-то я мерзать начал. Ну, сейчас ладно, сейчас где-то ноль. А я когда приехал, сразу в эти барнике одевать. Так, что еще посмотреть? Что еще посмотреть? Там внизу, когда я сюда шел, даже снял на это, на камеру, там у тебя груши-груши и яблонько стоит, еще даже не обрезано на черенки. И ты ее, наверное, будешь топором? А, сразу не вспомнишь. Да я уже догадался, раз ты ее не стал обрезать, значит, под топор. Да, сильно густо, там метр до груши, до крупной. Ладно, это мы уже проходили. Я вот думаю, что еще показать. Вот сейчас, это очень больной вопрос, как ты умудряешься место найти для питомника? Сказать, ты уничтожаешь под корень даже вот такие вот абрикосы, плодоносящие. Ты заметил, что в прошлом году, и даже позапрошлым было, немного небольшой урожайчик. И вот эти вот, необрезанные, ты будешь уничтожать, подтверди на камеру. Так и есть. А рядом, вот это вот, отказались нам продавать участок, да? И вон они березы растут. Вот в такой стране живем. И сейчас, ты уже сколько их, целиком еще не отрезал, вот это все идет под топор. Вот это. Показать, в принципе, вот так вот. Вот это все идет под топор. Чтобы это, какие сорта идут под топор? Ну-ка. Королевский, бай. Ну, я не помню. Да, не помню, а что вспоминать? Лучше не ходить и бирки не искать. Дольше проживешь без валидола. Ладно, пойду. Опять грустный мне фильм, я не знаю. Вот. Хожу, настроение себе мотаю. Когда успели привыть-то? А вот это? Ну, часть туда, часть вчера. Нормально. Молодцы. Так, слушай, что будем с этим делать? Ты их посадил через 5 сантиметров, у тебя наросло их, ну, не одна тысяча. Они мешали друг другу. Вот. В этом году их приливать бесполезно. Часть под рассадку, часть вместе остается. Часть под рассадку, часть вместе. Короче, на следующий год. Потому что у меня взошло их слишком много, и я как бы не смогу их за раз освоить, то есть за один год. А у меня, знаешь, почему? Вопрос. Часть на месте остаются. Они не перерастут, то есть будут такие. Да, они будут самоток. А часть рассаживается, надо рост. Все понятно. Вриятие о другом. Два осталось вопроса. Сейчас начну с первого. Я оставлю тебя в покое, пока ты греешься. Так. У меня после продажи, через месяц я заканчиваю продажу. Косточек. Я перестарался. У меня было несколько заказов по тысяче штук. Я такую губу раскатал. И давай больше, это, трекцируй. Давай, давай. Которые в апреле будут. Что? Включен, включен. Так вот, я для всех говорю. Получается, после этого заказа резко крупное исчезли. Ну, там, 40 штук до костик, 50 не считается. Вот. И у меня останется тысяча, две, три стрессированных костик. А их уже обратно в погреб, холодильник не отправишь. Они уже в песке. Я понимаю, к чему вы клоните. Куда девать? Тоже тысячи там стратифицированные. Это же непрерывный процесс выращивания. То есть, часть с осени высажены. Да я уже вот этого смотрю. У тебя уже перебор. А ты еще и высаживать собрался. Это непрерывный процесс. Да, у тебя непрерывный. Мне выбрасывают тысячи костик. У меня застратифицировано. В мае, в мае. У меня застратифицировано, то есть, не меньше. Ну-ну. И помимо абрикосов, есть же другие культуры. То есть, надо садить и сливы, и... Ты знаешь, что я это самое, полушутя-полусерьезно, тебя и Лену Савинич сватал в эти самые, в руководителя темляцкой академики. Потому что там нихрена не умеют выращивать. Судя по выпускникам. Вот, по ихним. Ну, там умеют красиво рассказывать. Писать, как это нужно делать. Ладно, это один вопрос. И второй вопрос. Значит, я хочу тебя, как сказать, спровоцировать. Значит, неделю назад, сейчас я облокочусь. Вот. Ну, а ты отстань спиной. Так вот, я в твои годы курю по две пальцы беломору, не стесняясь, потому что нервы лечат. Так вот, значит, звонок из Москвы. Валерий Константинович, купите у нас крупную партию саженцев и продадите. По миллиону, он что знает, Валерий Константинович, что бы назвали. Я, конечно, сказал, что мы сами выращиваем. Так? А я говорю, а как вы это представляете? А вы получите, посадите на доращивание. А я тебе рассказывал, нет? Что это? Самое... Меня удивила вот эта вот реклама, где манжурские абрикосы, вот они, вот они. Вот они, да? И вон они. От трех с полной тысяч до двенадцати тысяч, в зависимости от роста. Цена, так? И она имеет в виду, что я куплю у нее партию саженцев. Она объяснила. И буду их доращивать. То есть год они становятся дороже. Еще год, еще дороже. И, наконец, к чему мы придем, значит, с выгодой продадим. Я, конечно, отказался. Я объяснил, что у нас из питомника, она меня внимательно выслушала. И сказала, знаешь, что? И сказала, тогда купите у нас партию. А, привычные ножи, кстати, 90% привычные ножи негодные. Вот. И она наверняка негодные предложит. Секаторы. Значит, эти самые, яды, гумус. В общем, тоже купить партию. И ты будешь продавать, перепродавать. Ну, что? 95% питомников отказались выращивать. И стали купи-продай. Вот. Большинство так и работают. А ты? А чем ты хуже? Почему ты не хочешь стать халтурщиком? Мне это зачем надо? То есть столько лет, так сказать, работали на авторитет. Все делали качественно. А тут станем перекупщиками. Купил за 3 копейки, продал за 5. То есть. Ну, как бы не так воспитан. Письмо на вебинаре. Свежее. Прямо на вебинаре пришло. Вот. Ваши все саженцы живы, все прекрасно. Так вот, еще. Что я хочу сказать. Ты агроном. Так. Твой уровень. Это примерно директор института. Ты уже не молод. Вот у тебя недавно, 14 марта, был день рождения. Скажи громко, сколько тебе лет. 35. Вот. 15 лет этот самый полком командовал. Гайдар. Так. Вот. Допустим. 20 лет, 30 лет, это уже генералы были у этого, у Наполеона. Тебе 35. Я громко говорю. Уровень твой и еще нескольких моих учеников, это минимум директора института. А академии, типа темиряджевки. Вот. Если однажды где-то там услышат, и первый совет мой будет, знаешь какой. Первым делом ты берешь, заказываешь бульдозеры, а эта академия, темиряджевка, находится в границах Москвы. Ее земля стоит миллиарды. Ее вот-вот отнимут. А я говорю, давайте спасать. Вот это все, вот это все, сейчас я завелся, извини. Должно переехать в Москву. Прямо вот в таком виде. И вот я внизу показывал, горстки и прочее. Вот. И вот такие черенки. Вот. И через пять лет, вот этот наш сад, да, вот то дерево, вот, он то. В 2040 году. И сейчас под ним. Жердель, Андрей, у меня есть три фотографии. 12-го ты собрал, там ковром лежали, под это, под Манжурский пабрикон, как он называется. Я его назвал Патриарх. 12-го, так, вот. 15-го опять ты с ведрами. Я работаю, я фотографирую. Опять ты собрал, там ковер сплошной. И 17-го еще один ковер сплошной. Я, по моим прикидкам, там было 40 ведер. А сколько на самом деле? Вот надо было мне тебе заплатить, чтобы ты каждое ведро посчитал. Допустим. Я же засчитал тебе, отдавал бы эту запись. Да когда еще, там еще оставалось-то сколько. Вот. И вот представь себе, что все это в Москве может жить. Ну, я хожу, нервы мотаю. Сергею не 35, молодой человек, а уже 35. Вот что страшно. Это сколько лет потеряно? Он уже в 25 мог это, в Москве работать. Это ты не поедешь, он поедет, я его, это, я ему билет сам куплю. И вот они, нет. Так, все, ладно, шутки кончились. Жалко на грустной ноте. Вот. Зима была очень теплая. Если минует заморозки, мы такое миру покажем. Что мы покажем? Все. Разрешите попрощаться, друзья. Помашите людям ручкой. Пока. Работники. Работники ножа и топора. Но не топора. Топор это те, кто не умеет выворачивать. Работники привычного ножа. Удачи вам. Продолжение следует. Продолжение следует...